Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ребятки, есть апдейт по Бововне, который я вам давал несколько раньше. Сама Бововда была порядка двух недель назад. И, собственно говоря, они, наверное, уже успели позабыть, но эта Бововна очень важная. Значит, смотрите. И еще один момент. Иногда мы апдейты получаем буквально в тот же день. И иногда буквально через полгода. Да, бывает и через полгода. Но в данной ситуации через две недели, что, в общем-то, в пределах нормы. Итак, речь пойдет о зенитно-ракетном комплексе С-400, который находился в Курской Народной Республике. И который был поражен нашими ВСУ 20 сентября текущего года. То есть, недавно, две недели назад. Значит, это населенный пункт Журавина, Курская Народная, как я говорил. Входил в состав подразделения 11-й армии ВВС. Значит, он, понятное дело, выполнял задачи по прикрытию российско-фашистской группировки в Курской Народной Республике. Но сам стал, как говорится, жертвой налета. Да, значит, смотрите, расисты утверждают, что по нему ударило 6 дронов неустановленного типа. Но неустановлено-то и неустановлено. Главное, что было повреждено. Значит, смотрите. Две пусковые установки ЗРК были уничтожены полностью. Одна пусковая установка, третья. То есть, повреждена частично. Срок восстановления непонятен. Самое главное, что был очень серьезно поврежден модуль боевого управления. Самая дорогая штука, которая там есть. Степень повреждения довольно высока. Срок восстановления абсолютно не ясен. То есть, будем говорить, что выведен из строя весь комплекс С-400. Теперь, значит, нужны и пусковые, и комплекс управления. То есть, можно говорить о том, что комплекс не существует. Вот такая вот штука. Да, кто не знает, стоимость комплекса С-400 составляет приблизительно 1 миллиард 200 миллионов долларов. Все будет Украина. 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 Продолжение следует...